Добро пожаловать в этот эпизод с вдохновением на карте. Сегодня мы слышим о Гиридхаре Лали, святом, который явно отличался от других, которых вы бы не встретили. Говорится, что слезы святых к их возлюбленному Господу падают на землю, чтобы эти отпечатки сок стали явно видны для нас. И тогда мы могли бы следовать их пути. Пока я мог... С тех пор, когда я начал посещать Радакунду, я всегда видел одного Садху. У него были белые волосы даже в те далекие времена, и он иногда шел передо мной. И я регулярно обгонял его и смотрел назад. И у него всегда были эти глаза, глядящие куда-то далеко. И иногда он говорил с кем-то, кого я не видел. Позже я видел его, сидящим на Гопи Куваре, колодце Рагуна Хигасвани, раздающем Чиринамриту от Большой Гирират Шилли, которому он поклонялся с любовью и преданностью. У него всегда был этот взгляд данный. Выражение глаз особое. Он сидел, взбивал. А иногда он так же гневался, как будто он кого-то ругает. Он говорил, но мы не видели никого. Мне напоминало это Горо Кишо от нашей Бабаджи. Однажды, когда он просил пожертвования для обеда, мальчики пришли и начали закидывать его камнями. Он разузлёсся и сказал, «Кришна, если ты не перестанешь кидать камни в меня, я пойду и пожалую к маме Ишоде». Этот святой человек, Гирират Харилал, вставал перед восходом солнца. Он умывался в Адакунде ежедневно, даже в холодный сезон или сезон туманов. Затем он шёл и совершал своё поклонение. И весь день вы могли видеть его где-нибудь на Адакунде, смотряшем куда-то вдаль. Вчера один из его трёх сыновей пришёл ко мне с клиповой гонорой Махарадж. Мой Пита, мой отец Гирират Харилал, ушёл, оставил нас. Однажды он лёг и сказал, что я встану в другом мире уже, в вечном духовном мире. И затем, через какое-то время, он оставил своё тело. Да, святые имеются, и глаза смотрят в другую реальность. Им не так интересно временные вещи в этом мире. Они смотрят с взглядом вдаль, в духовное царство. Добро пожаловать на следующие эпизоды. Доставили мне карточку.